В республике помогают молодым семьям бюджетников решить квартирный вопрос. Получить первоначальный взнос на ипотеку или улучшить жилищные условия можно с помощью программы обеспечения жильем молодых семей. За 4 года 46 семей из Мирненского района получили денежные сертификаты и отпраздновали новоселье. Наталья Николаева продолжит тему. С 2013 года в регионе работает программа поддержки молодых семей. Проект рассчитан на работников бюджетных и муниципальных учреждений. Ждали мы с 2009 года. Ждали, надеялись, верили. И благодарны за такую поддержку семьям. Деньги выделяются из трех источников – республиканского, районного и местного бюджета. Сумма субсидий колеблется от 700 тысяч до 2 миллионов рублей и зависит от состава семьи. На эти деньги молодые семьи могут купить квартиру, погасить ипотеку или построить дом. Возраст каждой из супругов не должна превышать 35 лет. Второе – молодая семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. После этого молодая семья собирает определенный пакет документов и приходит в комитет имущественных отношений, для того, чтобы попасть под программу обеспечения жильем молодых семей. Те молодые специалисты, которые не успели обзавестись семьей, тоже могут рассчитывать на поддержку местных властей. Им предоставляют общежития, либо выделяя субсидию на покупку жилья. Это финансовая поддержка, оказываемая из бюджета муниципального образования Мерненский район. В виде пилотного проекта был запущен этот порядок в 2014 году. По городу Мерный эта субсидия выделялась в размере до миллиона рублей. В удачном Мивайхале до 500 тысяч. В 2017 году работа по обеспечению жильем бюджетников продолжится. Власти планируют увеличить денежные выплаты. Республика рассчитывает на софинансирование проектов из бюджета Российской Федерации.